Здравствуйте! Сегодня хочу показать, как выращивать хризантему в открытом грунте без отопления и без дополнительной досветки. Здесь мы выращиваем хризантему веточную. Хризантемы бывают одноголовые, бывают веточные и бывают сантини, совсем меленькие, которые добавляют в букеты как фон. Вот здесь у меня веточные хризантемы. Что для того, чтобы вырастить эти хризантемы необходимо? В первую очередь участок земли. Здесь у нас участок земли 8 метров шириной и 12 метров длиной. Сделано две мини-теплички из квадрат трубы. Муж сделал станок и сам гнул трубы. 2,5 метра высотой, 3 метра шириной. Теперь, значит, необходимо капельный полив. Обязательно шлангом поливать не пойдет во избежание грибковых заболеваний. Вот капельный полив в любом цветочном магазине можно купить. Эти шланги недорого стоят. То есть любой мужчина разберется в этом. Нужны стойки забетонировать для того, чтобы сетка стабильно фиксировалась. Вот эта сетка необходима для того, чтобы стебель не гнулся у хризантемы, поскольку она вырастает высокая. Вот она, видите, стоит зафиксирована. Теперь через 2,5-3 метра необходимо ставить опоры. Еще дополнительные. Чтобы сетка туда-сюда не ходила. Вот посмотрите. Обязательно опоры. Здесь у нас стоят. Здесь опоры стоят. Вот. Теперь обратите внимание, когда она у нас зацветет, сейчас она стоит в бутонах, когда зацветет яркое солнце, цветок выцветает. Вот здесь у нас теплица, уже цветок расцветает. Это мы выращивали к 1 сентябрю. Поэтому у нас натянута белая ткань. Необходимо... Что еще? Вот надо знать особенность хризантемы. Хризантема, которая на срез, это цветок короткого дня. Поэтому, значит, если короткого дня, это что означает? Значает, что она зацветает, когда световой день бывает ниже 14 часов. Мы делаем... То есть надо искусственно, для того, чтобы к 1 сентябрю вырастить, необходимо искусственно сократить световой день. Значит, садим мы хризантему черенки до 25 мая. Потом, значит, она как, 2 месяца растет, и 2 месяца нужно накрывать черной пленкой. Но так черной пленкой накрывать дуги, вот, чтобы... Даже досветку делали, чтобы нигде щелочки не было. То есть одна была кромешная ночь. То есть и пленку такую выбирать, чтобы свет не проникал. Вот тут мы уже укрывали хризантему в какой-то период. Но вот эту тепличку мы к 1 сентября не выращивали, мы попозже. Первая у нас идет к 1 сентября, мы ее накрывали пораньше. А вторая, вот эта попозже, для того, чтобы на рынок одновременно расцветет все, и мы не успеем продать. Поэтому у нас вот такие сроки. Ну, это каждый уже сможет сам сроки свои рассчитывать. То есть 2 месяца после того, как черенки посадили, а потом через 2 месяца уже накрывать. Ну, и рассчитывайте сами. Далее посмотрим ту тепличку. Вот, обратите внимание, эту грядку мы уже продали. Вот это меленькая хризантемка сантини. Вот это тоже сантини. Так, это мы продали. Вот эта грядка у нас на очереди. Но в данный момент сегодня собираемся срезать хризантему и завтра вывозить на рынок. Поэтому решили снять сегодня. Вот эти вот, это кантри зеленая хризантема, она создает в букете как фон. Поэтому она на рынке неплохо идет. Это желтенькая тоже. Где мы берем хризантемы? Вот, посмотрите. Вот такое, я не знаю название, я купила в магазине цветоводническом, к 8 марта в горшках продавали. Я купила горшочек и посадила, с него вырастила череночки. Это тоже самое. Ну, это мне поделились. Вот это расцветает аметист елоу. Это я на фирме брала. Фирма с Голландии присылали. Анастасия зеленая. Что-то она у меня в этом году не зеленая, какая-то бледненькая. Вот это я не помню название. Бакарди желтая. Вот она ветка. Чем она хороша? Что в ветке 2, 3, 4, 3 ветки. И получается огромный букет. Желтый цвет вообще хорошо идет. Ну, вот посмотрите, это видно, как выгорает на солнце. Мы чуть-чуть попозже тканью накрыли, и вот уже такой результат. Это белая бакарди. Софина. Иголка. Еще не расцвела. Вот эта грядочка мы продали. Сейчас вам скажу. Вышла у нас в 4 ряда садят хризантему. В 5-6 не пойдет, будут заболевания грибковые. А если в 4 ряда, как раз хорошо проветриваемость. И вот здесь вот 4 ряда, по 12 метров ряд. Садят хризантему 20 на 20 сантиметров. Вот тоже сантине розовенькая, поснимай. Тоже мне нравится. 20 на 20 сантиметров, то есть на 1 метр выходит, на погонный метр выходит сколько? 8, сколько штук? 4 на 4, 16 штук, да? 5 на 4, 20 штук выходит. И вот 20 штук на 12 метров можно посчитать, сколько по 20 рублей мы продавали. Стоило на рынке, на оптовом ветках хризантемы. И в итоге мы продали на 14 тысяч. Если, значит, посчитать у нас две теплички по 2 ряда, 4 ряда, 4 по 14 тысяч. Ну, чистыми может быть тысяч 50. Я так планирую взять. То есть, если у вас есть такой участочек, рассчитывайте примерно на такую сумму можно получить дополнительный доход. Вроде как все. Подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующих видео. До свидания. До свидания.